Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. Так вы хотите забронировать или у вас уже забронировано? Я хочу сейчас забронировать, потому что я вам звонил вчера, да, вот сообщался с Алексеем Мартышкиным. Так, ну я сейчас уже мероприятиями не занимаюсь, сейчас вас переведу на специалиста, подождите, пожалуйста. Не, не, мне именно сказали... Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана, вечер вам в хату, как называется у нас. Шо, как вы там, как вы головы? Можно корпоратив оформить? А корпоратив какой имеете в виду? Не, ну нам собраться нужно, корпоратив вот с ребятами, давно не виделись, я только откинулся на, так сказать, посидеть, погудеть, позудеть, что называется, чисто. То я с этим общался с Алексеем вашим, как он, Мартышкин, правильно? Малышкин, Алексей. Да, да, Мартышкин, Алексей, вот этот вот, он говорит, можно подъехать у нас там, это все забронировать, то, что называется, корпоративное движение. Что, будем оформлять? Да, да, да. Ну, сколько человек, правильно, планируется, какая дата? Дата у нас, хотелось бы ближайшая неделя, чтобы это было, на сколько человек, 27 человек и 54 женщины. Смотрите, у нас в ближайшее время все занято. Не понял. У нас очень много мероприятий, очень много мероприятий проводятся на следующей неделе, нету свободных дат. Не, мне Алексей Мартышкин сказал, что свободно все. У нас вот в расписании все занято. Не, просто он какой-то припудренный, я так понимаю, у вас, да, забоялся меня мужчину-воина. Я так понимаю, он вообще затрясся весь. Вас как зовут, вы сказали? Светлана? Что еще раз? Как вы сказали, зовут вас Света? Нет, меня зовут Дарья. А, да, это не важно абсолютно, как вас зовут, я вас не звал. Так, хорошо, когда у вас будет свободное время? У нас на следующей неделе все занято. На следующей неделе все занято, да. Значит, мне корпоратив просто оформить надо, давайте что-то соображать, потому что меня уже начинают злить вот это, ваши вот это отказы, да, и ваше некомпетентное отношение к клиентуре, так называемой. Давайте решим вопрос без боли, без всяких претензий, прочих глупостей вот этих вот. Я серьезный человек, поймите меня правильно. Я работаю на заводе, я человек серьезный. Я занимаюсь очень важной должностью в нашем, так сказать, кругу таком, неком кругу. Да, меня все знают, я известный человек, меня погоняло бивень. Я думаю, вы знаете, да, на районе бивень? Я понимаю, давайте я сейчас передам трубочку. Кому передадите? Сотруднику, нашему маскентному менеджеру, вы с ним поговорите. Я понимаю, мне только не Алексей, как вы сказали фамилия у него? Нет, это будет не Алексей. А как фамилия Алексея? Малышкин Алексей. Не, Мартышкина не надо, он вообще припудренный. Да, я передам другому человеку. Да, пожалуйста, Светлана, поторопитесь. Хей, салага, чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Prefire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый, переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй, выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт, выигрываешь и забираешь скины. Играть в Prefire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоём мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не озолотишься. Ведь каждая победа копится в этот счётчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день и точно получишь своё. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. Алло, добрый день, менеджер банкетной службы Валерий, слушаю вас. Как вы сказали? Менеджер банкетной службы Валерий. Нормальное имя можно назвать? Зачем вот эти кремляния? Валерий. Кто Валерий? Менеджер банкетной службы Валерий. Я Валера, да. А ты кто? С вами сейчас разговаривает менеджер банкетной службы Валерий. Здравствуйте. Я понял. А где Алексей Мартышкин? Мартышкина у нас нет. А какой Алексей есть? Так, вас как зовут? Валерий Альбертович, у меня полное имя жма. Дело в том, что я человек серьёзный. Валерий Альбертович, по какому вопросу вы звоните, скажите пожалуйста. Это касательно корпоратива. Ребята, серьёзно, приехать хотим. Да, у вас расслабиться, отдыхнуть, что называется. Только что недавно пацаны откинулись. Две по пять отчалили, пацаны приехали отдыхать. Нормальное движение хотим устроить. А вот эти ваши отношения такие некомпетентные. Меня уже в натуре не впечатляют. Я чё, я не пойму. Я чё, блядь. Вы можете нормально? Ведите себя нормально. Не дышите в микрофон, чтобы меня напрягают. Я могу приехать, пообщаться с вами. Потом уже будет совсем другой тон общения. Понимаете, да? Подскажите, на какое число вы хотите корпоратив? В ближайшее время, когда свободно. В ближайшее время у нас этот месяц весь расписан. Если вас интересует ближайшее время, то это июль месяц. Я понял. Ты без тебя никак не хотел потише при мне. Не было у тебя мыслей даже в голове. Потому что я человек серьёзный. На заводе работаю. Ничего? Я человек серьёзный. Я на заводе работаю, я человек серьёзный. Я на пилораме стою. Я понимаю. Вы звоните с вашей просьбой. Всё верно? Абсолютно. Я звоню в голову. Компетентность нужна мне. То есть люди адекватные и ответственные. То есть вы сейчас что выполняете на своём рабочем месте? Почему нет действия в мою сторону? То есть адекватное решение моей задачи. Почему я должен нервничать при общении с вами? О чём, блядь? Какой-то, извините меня, дурачок или что? Я на зоне отсел, блядь. Мне пох в натуре. Я дурак. Валерий. Да. Валерий Альбертович, я только что взял трубку и вы мне начали сразу же грубить. Как? Да потому что я бых, понимаешь? Я бых, я спортом занимаюсь. Но каким образом я проявил к вам некомпетентность? Объясните, пожалуйста, мне. Дело в том, что вы мне корпоратив это самое не организовываете. Понимаете? Мне братки звонят. Вы со мной про корпоратив даже слова не сказали. Я взял трубку, вы начали меня, грубо говоря, не очень компетентно со мной разговаривать. Правильно? Потому что я человек пожилого. Вы мне там все в сыновья годите. Я 54 года. Я понимаю. Но до этого вы же со мной не разговаривали. Я взял трубку, хочу вам помочь. Я понял. Так помогите, пожалуйста. Давайте так. Хорошо. Я вас услышал. Давайте я скажу. Дайте мужчине слово. Значит, давайте так. Договоримся с вами. Чтобы не усугублять уже давно усугубившее между вами и мною, вы извинитесь и мы с вами продолжим диалог уже, чтобы этот диалог нравился мне. Правильно? Правильно. Пожалуйста. Подождите. За что я должен извиниться? За ваш некомпетентный подход к профессиональному. То есть ко мне, к человеку. То есть я, клиент. Каким образом? В смысле, каким образом? Я звоню с конкретным вопросом. Почему нет решения моего вопроса, когда вы обязаны решить мою задачу? Потому, что я человек серьезный. Валерий, я не какой-то обычный. Значит, я не какой-то обычный гоняный гражданский с улицы зашел к вам. Я человек серьезный. Пожалуйста. Я понимаю. Мы со всеми разговариваем серьезно, как с серьезными людьми. Правильно? Конечно. Абсолютно точно. Так точно. Понял. Вы абсолютно серьезный человек. Я к вам абсолютно серьезно сейчас говорю. Абсолютно. Взял трубку, вы мне начали, не дав никакой информации, на меня как-то неправильно со мной вести диалог. Я не правильный. Я не правильный. Я человек серьезный. Ведите себя, пожалуйста, поадекватнее, нормально как-нибудь. Когда я с вами общаюсь, вы должны общаться более в таком низком тоне и более, так сказать, сжато, сжато. Сожмитесь немножко, как бы испугайтесь и общайтесь. Потому, что со мной только так общаться, потому, что я бык. Я бык накачан на спорте. Я бегаю быстро и медленно падаю. То есть, вы хотите, чтобы я с вами разговаривал, как будто бы я вас боялся, с низким тоном, верно? Потому, что вы бык. Так точно. Так точно. Так. И вы хотите мероприятие у нас, верно? Мероприятие, да. Нас будет 27 человек и 54 женщины. 27 человек и 54 женщины. Это в сумме сколько человек будет? Я не понимаю. Я должен еще посчитать, что ли? Если я вам звоню для чего? Чтобы вы решили вопрос, а не я вам тут задавал вопросы. Вы говорите 27 человек и 54 женщины, верно? Так точно. Вот. В сумме человек. Вы, я не понимаю, вы женщин за людей не считаете или что? В сумме сколько будет человек? В смысле? В смысле не считаю. Я говорю, блядь. Вы что, издеваетесь? Вы что, оскорбляете? Женщины вздумали здесь, паренья. Нет, вы говорите 27 человек и 54 женщины. Да. 2 плюс 2. Вот. Сколько будет? Сейчас, секундочку. Пожалуйста, займитесь вопросом только так, чтобы это было... Итого у вас будет 81 человек, верно? Да. Среди которых 24 мужчины и 54 женщины. То есть, получается, 24 человека. Подскажите, вы можете приехать к нам на место и обсудить вопросы о мероприятии уже здесь на месте, не по телефону? Я абсолютно точно вас услышал, потому что я сейчас общался с вашим вот этим вот припудренным, да, что называется Алексей, да, Мартышкин. Все верно, да. Я так понимаю, он припудренный, да, у вас? Я не понимаю в данный момент, о чем вы имеете... Ну, дело в том, что я слышу в вашем голосе нотку припудренности тоже. И меня это злит, понимаете, я человек серьезный от этого, блядь. Не могу просто так вот это сидеть и молчать. Итак, начнем сначала. Семеновская, 29, вы сможете приехать и обсудить это лично с непрекутным директором? Я могу приехать, я вам сразу говорю, я если приеду, вы сразу лучше уходите, потому что если я вас увижу, вы будете извиняться. Лучше сейчас, чем потом, извинитесь. Все хорошо, приезжайте и мы уже обсудим с вами мероприятия. Не, 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 подождите, вы мне скажите, да, я с вами на вы пока что, потому что так просто от фонаря делаю. Ну, вы мне скажите, что касательно, дело в том, что когда, когда будет свободно-то, чтобы я просто так в мыло не ехал. Я вам сказал, в июле будет, возможно, дата свободная, ее надо обсудить с вами лично. Я понял, мне Мартышкин то же самое сказал, Мармышкин. Ну... Ясно. То есть вы некомпетентны в решении серьезных вопросов, ваше там, ну, скажем, нахождение просто так, да, клоуничает стоять по телефону. Э-э-э-э, вот это, да, дурака валяется, что называется. То есть э-э-э-э, алё, здрасьте, здрасьте, надо, 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 нет, вопрос-ответ, э-э-э-э. Нормально, можно решать вопрос конкретно? Да, да, Валерий, здравствуйте. И так, и так, меня зовут Мартышкин, там, Леша, там, да, там, блядь, не знаю, Коля, Вася, Петя, там, блядь, да, я Мартышкин. Я могу решить вопрос, чисто сметнусь, быстро освобожу зал, приезжаю, да, с братками, все, расслабимся, телок, найдем, что надо. Чисто отдохнешь, чисто, блядь, 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 сука, я в 87-м году, блядь, последний раз на улице, блядь, сейчас меня, блядь, вы-то сами отпустили. Я, нахуй, терпеть не буду, человек серьезный, блядь, я очень серьезный, я бык, нахуй, отжимаюсь 500 раз за 2 минуты, а если ты не уверен в том, что ты, блядь, можешь помочь мне, то лучше не берись, нахуй, что-то, блядь, сейчас начнется такое, что, блядь, просто, тебе бы не приснилось бы, понял, да? Валерий Альбертович, а вы приехать сможете обсудить это лично все? Только мне нужен человек взрослый, а не взрослый, чтобы это был человек 54+, а не какой-то... Приезжайте, пожалуйста. Вам сколько лет, родной? Мену нас будет 29, лот и отель. Нет, я не приеду, потому что мне не хочется, я не хочу ваше отношение вот это видеть в реальности, потому что меня-то просто, ну, разозлинки начнут злиться. Я очень, блядь, я сейчас сижу, нахуй, я врус в стойке, блядь, тебя, блядь, стойку, воина, я уже готов просто сейчас, блядь, раз, мне уже, я уже защиту поставил, нагнулся, блядь, я готов удар принимать. Понимаете меня, блядь, мартышкин, мне плевать, я реально, я дурак, я бы просто даю яйца здоровые, блядь. Как при это? Принято хорошо. Что вы там принимали? Я не помню, вы пьяны? Вы сможете приехать по адресу Семеновского? Мне нужен компетентный человек, компетентный, я человек, я хочу корпоратива организовать, пацана водки налить, где ответственный? Компетентный здесь вам предоставится человек. Есть такой, да, у вас там все-таки, не все потеряно? Ну, вы приедете, да, конечно же. А есть какой-то спортсмен, как я, есть какой-то спортсмен, накачанный, как я, я, я анг, понимаете, я анг по жизни, я не скуф, я анг, я человек серьезный. Поэтому, если, блядь, придет какой-то скуф с пузом, то я с ним общаться не буду, с толстопузниками, я общаюсь со спортсменами, ясно? Если толстопуз придет решать вопрос свой, то как пришел, так он ушел, а я буду стоять до последнего, пока ты, бартышкин, бармышкин, не извинися, братишкин, понял? Толстопузы в каком плане? Физиологию вы сейчас имеете в виду? Да, что пуза не торчала. Что пуза не торчала, хорошо, приезжайте, Семеновская 29, отель Лотте. Да, и кто вопрос будет решать? Семеновская 29, отель Лотте, да. Кто будет решать вопрос? Скажите, вы по вопросу мероприятию к вам пришлют сотрудника. И Рахита тоже не надо, если Рахит будет какой-то тоже дрыщ. Дрыща ко мне не подпускать, и скуфа тоже толстопузика пивного, не надо. Чтоб человек пришел, как я, накачанный бык. Понятно? У меня мускулы больше, чем голова. Поэтому, чтоб с такой же человек серьезно, потому что вот эти вот некомпетентные, они мне не нужны, ясно? Я хочу корпоративу людей позвать, своих друзей, братков, блядь. Чисто расслабиться, расслабонов поймать, набухаться, нахериться, блядь, потом по номерам пойти телок не бать. Они мы слушают, вот трепет, ебаный, блядь, бармышкин. Как дела у тебя, скажи мне, как в школе? Валерий Альбертович, я заканчиваю связь, вас ожидаем по адресу Семеновская, 29. Я сейчас подъеду, у меня приора, приора черная, можешь заради дверь открыть. Все, всего хорошего, ожидаем вас. Хорошего ничего нет, извините. Все, всего хорошего, ожидаем вас.